Вот здесь сегодня ночью бушевал сильный пожар. Общая площадь возгорания составила почти 40 гектаров. Сухая трава и ветер поспособствовали быстрому распространению огня. Рядом находятся три деревни, до ближайшей из них оставалось чуть меньше 30 метров. Огонь очень близко подобрался к домам. Сейчас здесь по-прежнему пахнет гарью. На месте бушевавшей трагедии теперь лишь огромная выжженная территория. Огонь вспыхнул около 9 вечера в понедельник. Спустя считанные минуты на место уже прибыли пожарные с двумя цистернами воды. Началась долгая борьба со стихией. Сейчас пломку проходим, чтобы у нас туда не двигать пожар. Мы начинаем проходить в сторону трассы. Бой был неравный. Не хватало техники и рабочих рук. Ранг пожара повысили и вызвали подкрепление. На место прибыли еще две цистерны с водой. Но и этого оказалось недостаточно. По прибытию еще дополнительно четырех цистерн. Итого было восемь. Уже собрано. Значит, личный старт был сосредоточен с разных направлений. И решающее направление было выбрано. Это защита населенного пункта. Вместе с тем трава была высокая. Значит, ветер был большой. Поэтому ранцевыми установками и створами потушить пожар было проблематично. Было принято решение привлечь трактор на гусеничном ходу. Спустя час трактор прибыл из поселка Лесное. Приступили к прокладыванию минерализованной полосы. Всего с огнем сражались 32 сотрудника отряда пожаротушения и частная пожарная охрана с завода. Не остались равнодушными и местные жители. Так вот, мы там о дороге тушим уже. Я уже три сапоги поменял. Все сгорело уже. В окно увидели, позвонили. Сюда бегом. Вооружившись граблями, лопатами и ведрами, местные жители помогали пожарным. Александр Веселов рассказывает, огненное зарево увидел еще с трассы, когда ехал с работы на дачу. Добрался до места и сразу же бросился тушить огонь. Начали ломать ветки. Тушили ветками, лопатами закидывали. Вот это все. Короче, первое пламя мы сбили. Вот ближайшее. Страшно было? Ну как? Если честно говоря, непонятно. Потому что тут большая паника, народу много. И местные, и пожарники все в панике бегали. Кто с чем, кто с бутылками, с ведрами из этих, из прудов черпали. Было понятно одно. Если стихия перекинется на дома, беды не миновать. Общими усилиями в половину первого ночи пожар удалось локализовать. А ближе к трем – потушить полностью. Бдительность и личная ответственность каждого помогли бы избежать подобных ситуаций. Провести все необходимые профилактические мероприятия. То есть, почистить свой участок в круговую участку. Может быть, принять какое-то активное участие по очистке самого населенного пункта. В обязательном порядке люди должны как-то себя, так скажем, пока оградить от сжигания сухого мусора, сухой травы. Подождать вот этот определенный период. С начала сезона в районе зарегистрировано уже 16 палов травы. Пожар площадью в 3 гектара произошел также в югском сельском поселении. К счастью, оба происшествия закончились благополучно. Мария Беленко, Александр Беспалов, Сергей Павлов, Егор Плюснин. Новости.